Профессионал, патриот, надежный товарищ. На 65-м году жизни умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Сегодня не стало Владимира Макея. Одним из первых на смерть Владимира Макея отреагировала Россия, Москва потрясена. Не может быть сомнений в том, что мы выстоим. Глава МИД Республики Беларусь ушел. Прошу еще раз задуматься над этим. Много всякой разной информации. Вчера я говорил о том, что не исключено, что его устранили. Либо устранил Лукашенко, либо путинские псы. Важно понимать, что происходит в Беларуси. Еще пару дней назад Качановой вручали там медали и водили по разным коридорам, давая подписывать разного рода документы, показывая всем видом, что она может стать преемницей Лукашенко. Тем самым смещая ракурс внимания с Макея. А уже сегодня, еще вчера он был с Лукашенко в ОДКБ и выглядел хорошо. Собирался дела какие-то делать и в Варшаву ехать на сами. А потом бац и его нет. Павел Павлович Латушка, человек, который лично его знал, рассказал нам, как он видит эту ситуацию подробно. Владимир Макей. Я вспоминаю 2018 год, когда я работал послом Беларуси в Париже и Мадриде. И тогда ряд высокопоставленных дипломатов спросили, а может ли Владимир Макей стать контркандидатом для Александра Лукашенко на ближайших выборах в 2020 году? И я ответил, да, такое возможно. Я думаю, что в 2020 году Макей пережил серьезный психологический стресс. Он фактически предал самого себя. Нет, я не хочу идеализировать этот человек. Это тот человек, который ответственен в массовых преступлениях в Беларуси, потому что он являлся членом Совета Безопасности Лукашенко. Еще, кстати, в 2010 году, будучи главой администрации, лично отвечал за разгон площади в Минске, за что был включен список нежелательных персон на территории Европейского Союза. В последующем он повторил эту историю в 2020 году. Он ответственен за преследование польского этнического меньшинства, католического и греко-католического костела в нашей стране. Он ответственен за преступления против человечности, которые совершались в виде убийств, насилия в отношении Беларуси. Это тот человек, который входил в состав организованной преступной группы, организовавшей гибридную войну против Европейского Союза, Польши, Литвы и Латвии, когда свозились массово нелегальные мигранты к границам Беларуси с Европой. И нелегальные мигранты атаковали и продолжают атаковать границы ЕС, что привело и приводит к многочисленным человеческим жертвам. Ведь именно министру иностранных дел по должности, по функциональным обязанностям подчиняются посольства и в Объединенных Арабских Эмиратах, и почетные консульства в Ираке, которые массово штамповали белорусские визы, и консульский пункт в аэропорту Минск, где выдавали эти визы прилетевшим мигрантам, чтобы они в последующем умирали на границах Беларуси и Европейского Союза. Это все? За что он отвечал? Нет, не все. Наверное, здесь этот список может быть продолжен. Поэтому он бы стал подозреваемым, обвиняемым и осужденным по целому ряду уголовных дел. Одновременно интересные обстоятельства вспоминаются мне, когда я работал послом в Польше в 2002-2008-2009 годах. Тогда мы провели анализ сорванных визитов высокого уровня в Польшу. И эти визиты на уровне премьер-министра были сорваны в связи с тем, что был задержан в Минске в военной атташе главы парламента, тогдашнего Новицкого, если можно считать, что у нас был парламент, вице-премьера Кобякова, две межправкомиссии по причине того, что были в последний момент совершались какие-то акции против польского меньшинства, организованной КГБ Беларуси. И тогда по просьбе министра иностранных дел Мартынова мы составили закрытый конфиденциальный документ, где сделали вывод, что фактически за всеми сорванными визитами стоит российский след. России никогда не было выгодно, чтобы Беларусь наладила отношения с Польшей. Можно ли здесь увидеть какой-то российский след? Я не знаю. Но еще интересный факт. Целый ряд министров иностранных дел потеряли свои должности тогда, когда они участвовали в саммитах ОБСЕ. Так, были освобождены Владимир Синько, Иван Антонович, Урал Латыпов от должностей министров иностранных дел в дни участия в саммитах ОБСЕ на уровне министров иностранных дел. Макей не дожил три дня до своего возможного приезда в Польшу для участия в саммите министров иностранных дел ОБСЕ. Согласитесь, слишком много странных совпадений. Но вместе с тем, я думаю, все-таки ключевым является фактор психологических переживаний. Человек, который был личным помощником Лукашенко. И он знал, знал, я не побоюсь этого слова, больше всех из государственных чиновников о личной жизни диктатора. В последующем глава администрации. А по Конституции Беларуси не премьер-министр второй человек в стране, а реально фактически глава его администрации. Министр иностранных дел, который попытался продать тезис миру, что Лукашенко гарант независимости и что благодаря ему могут быть установлены мир в этом регионе. А в последующем полное падение, падение к нулю. Когда Лукашенко перестал его слышать и слушать, он перестал учитывать мнение Макеева. Макей стал никем. И сегодня новости Белта, где первая новость в совещании диктатора по вопросам агропромышленного комплекса в Гомеле. Где последующие новости о погоде, туман гололелица в Беларуси. И четвертой новостью, где-то внизу, в конце этой страницы, за главной страницей государственного агентства Белта. Смерть Макея. Вот так в забвение уходит Владимир Макей, который предал самого себя. Парень из белорусской и гродненской деревни, который предал белорусов. Который, к сожалению, его сожалению, войдет в историю черными буквами. Как человек, совершивший многочисленные преступления. А ведь многие из тех, кто до сих пор служит, имеют иные перспективы, другие возможности. И могут обеспечить другое будущее для нашей Беларуси. Живе Беларусь! Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и напишите свое мнение. Что думаете вы? Напишите, какие ваши теории, почему его устранили? Или, может быть, он естественно смертью ушел? Напишите, это важно. Помните о политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это крайне важно, это герои нашей страны. Живе Беларусь! Слава Украине! Пока! Слава Украине! Слава Украине!